Здравствуйте! Я уже в предыдущих видео, еще до туго, до своей истории с зубами, я обещала показать всех своих насекомых, которые в моем собрании брошек завелись. Сейчас я это сделаю. То есть имеется в виду не бабочки, которых я уже показывала, а имеется в виду пауки, жуки, мухи, вот такие вот насекомые. Так, я собрала, смотрите, их оказывается у меня немало. Я сейчас их всех буду показывать. Давайте смотреть. Я начну вот с этой мухи, которую как-то случайно, ой да, извиняюсь за руки, все, сад начался, сезон, и они теперь у меня будут все хуже и хуже. Итак, вот такая муха. Она очень сильно повреждена, она в неносибельном состоянии. Вот видно, что крыло очень здорово измято. Но я ее все равно купила, потому что вот этот кабошон может пригодиться. Ну, решила взять. Она, скорее всего, винтажная. Посмотрите. Вот. Видно, замок такой на старый лад. Я думаю, что это 60-е. Шишка. Так, 60-е, ну, может быть, 50-е годы. Ну, может быть. Ладно. По-моему, я еще вам ее не показывала. Это у меня давно уже, можно сказать, валяется. Так, вот одна из первых брошек, одна из первых, которые я когда-то покупала в самом начале своего пути. Такая вот трамбл-брошка. Жук с дрожащими крылышками. И у него светится вот эта вставочка урановое стекло. Маркировки на нем нет. Но у него очень красивая брешка. Смотрите, какое. Да, хороший. Я его покупала, вот этот кристалл, но у него был отдельно. То есть приклеивала все. Теперь, да, вот эту брошку я получила в подарок от родственников. Пчела. Я люблю пчелу. Маркировка PCI. И я что-то читала про эту маркировку в интернете. Эта компания что-то около 10 лет проработала где-то в Сан-Франциско. Такая пчелка. Так, теперь... А, да, давайте тогда вот еще одна пчела у меня есть. Вот такая. С маркозитами и эмалью. Наверное, она серебряная. Да. 925 маркировка. Подогвой. Очень маленькая брошка. Крохотная. Так, вот тоже брошка. Не помню, это стекло или пластик. Постучать сейчас по зубам не получится. И так. Светятся под ультрафиоретовым фонариком. Эта брошка светится. Вот им. Маркировки на ней, по-моему, тоже не было. Вот такой жук тоже где-то в начале был куплен. Полницами. Так, еще одна муха. И это тоже подарок родственников. И мы видим лунный камень. Он практически прозрачный. Но все-таки есть чуть-чуть замутнение. Очень хороший камень. Такие камни обычно дорогие. И маркировка. Автор, видимо, и серебро 925. Такая вот муха красивая. Так, еще есть муха? Да, есть. Есть вот такая муха. Здесь янтарь. Должен быть. Да, у нее маркировка, помнится, была какая-то. Да. По-моему, о том, что это Голдфилд. Я не помню, очень давно покупала ее. И поэтому забыла. Амбар 12 карат Голдфилд. Чего? Ой. Какое-то слово. Не уверена, что за слово. Так. Ну, вот такая муха. Или жук. С эгранными крыльями. Так, теперь я покажу вам, раз уже янтарь взяла в руки. Вот еще муравей янтарный. Это изделие Калининградского янтарного комбината. Да, это была моя первая брошка. Наша советская с винтарем. Вот под булавкой маркировка. Такой легкий. Ой. Совсем легкий. Так. Положим здесь вот. Вот так. Теперь я покажу вам еще одну муху. Вот еще одна муха. На листе. Мне кажется, что это 50-е годы. Ну, или 40-е что ли. Может, 40-е. Вот. Муха. Не выгуливалась ни разу. Хорошая брошка. Интересная. Интригует муха. Так. Вот теперь я покажу. А, да. Вот еще есть муха. Так. Вот когда я показывала браслет, стала Эндот. И говорила, что купила его вместе с другой брошкой. Это она. И эта брошка тоже маркирована. Только здесь уже у нас Джоан Риверс. Таиланд. Таиланд. Я уже видела таких мух от Джоан Риверс. И все они были украшены цветными кристаллами. И довольно дорого стоили. А вот эта стоила очень приемлемо. И я решила ее купить. Всегда я как бы это воздерживалась. Но и теперь нет. И мне очень понравилось, что она такая. Цвет суровый у нее. Близко к настоящей мухе. С зелеными глазами. Ну, в общем, очень интересно декорирована муха. Давайте вот так разверну. Довольно крупная брошка. У Джоан Риверс несколько вариантов мух. Попроще. Но вот эта вот, пожалуй, самая навороченная. Самая крупная муха. Из тех, что мне попадались. И цена была относительно... Ну, такая, невысокая. Так. Теперь я покажу еще. Вот где же у меня? Вот еще одна. Не знаю. Пчела, скорее всего. Смотрите, какая. С хоботком. Да. Это металлическая брошка. И покрытая эмалью. Она тяжелая. Старенькая. Думаю, сороковые, пятидесятые. Выговорила. Так. Маркировки не видать. Ну, вот. Опасная муха. К челам. Так. А теперь посмотрите. А, да. Давайте вот этого паука посмотрим. И, возможно, я не настаиваю, но не исключаю, что это компания Лытл Нимон. Нет, знаете что? Наверное, все-таки не Лытл Нимон. Потому что Лытл Нимон делали такое все толстое, много металла. А здесь, например, вот совсем, совсем скромно. Так, шлеп, лапки приладили, и все. Я почистила здесь кристаллы. Они были клеем замазаны, опять же. Ну, вот. Вот. Хороший, старенький. Видно, что в старенький он какой-то замок. Нехитро сделанный тот же. Все это одна деталь вместе с крюком. На отдельно здесь только лапы и булавка. Мне нравится этот паучок. Я его еще потом встречала. Этот был очень недорого купился. А еще встречала, и он был достаточно такой дорогой, недешевый. Теперь посмотрите на этого жука. Помню, он маркированный. Он сделан в таком очень винтажном стиле. Как будто бы даже антикварный. Но на самом деле он не такой старый. Ой, извиняюсь, вонила камеру. У него маркировка стоит. И эта маркировка, по-моему, в Сэдди Грин. Да? Сэдди Грин. Это компания... Ой, по-моему, чуть ли она не до сих пор существует. Вот. Симпатичный очень жук. Очень славный. И он действительно в антикварном стиле. Очень хороший. Так, еще вот божья коровка есть. Божья коровка. Декорирована марказитами. Брошка серебряная. Вон там. А, да это Джуди Джек. Как я сразу не догадалась. Стираем Джуди Джек. Очень симпатичная коровка. Когда-то купилась вот такая пчела. Это серебряная пчелка. Украшена... Так, перламутром. Кусочек перламутра. И это американские индейцы. Так, изобразили. Стирлинг на старый ват. Подписано. Ну, наверное, 50-е, 60-е. Где-нибудь вот так. Хоботок. Да, очень в индийском стиле декорирована. Здорово. Такая, не малышка. Давайте вот так. Теперь. Да, у меня есть вот эта божья коровка. Насколько я помню, это Чехословакия. Кстати, как-то в одном из видео, по-моему, про чешские бусы, я сказала, что у меня всего-то, наверное, 2-3 брошки. Чехословатские нету, вы знаете, не 2, не 3, а значительно больше. И я даже собираюсь сделать видео тематическое. Показать, что мне удалось найти и приобрести. Вот эта коровка, и вот ее маркировка. Ну, там. Вон. Угу. Я была очень рада ее купить. Замечательная коровка. Так, еще одна коровка. Ой, божья коровка. Ну, вылетела из памяти название натурального камня, которым она декорирована. Так. Ой. Лазурит? Нет. Не помню, слушайте, забыла. Так. И замок закроем. Брошка серебряная. И у него там маркировка 900, 925. Тут вот еще что-то посередке. Ну, главное, что вот. Очень, ой. Очень симпатичная коровка. Так. Ой, как бы тебя положить? Вот так. И еще одна коровка, посмотрите. С кристаллами АБ. Ой, утрата. Должен быть голубой вот такой кристалл. Ну, я не знала, что тут утрата есть. Ну, ладно. Ага. И маркировка есть, надо же. Сейчас будем читать. Так, слушайте, а что написано вообще? Видите, я совершенно не поняла, что написано. Я очень надеюсь, что прочитаете вы и поможете мне. Ну, вот такая. Я была уверена, что она не маркирована. Просто лежит и лежит и лежит у меня. А, она костюм маркированная брошка. Тяжелое. Это стекло. Пекинское стекло. Очень тяжеленькое. Для своего размера. Так, вот напомню, вот этих пчелок. Я очень хотела эту брошку. Но это брошь оригинальная версия. Вообще очень дорогая. Это компания Трифари. Придумали этот дизайн. Вот. Но мне удалось купить копию за 20 долларов. Китайская копия. Есть у них такие. Копируют они. Трифари в том числе. Ой, закрою. Так. Очень хотела эту брошку. Помню, что та брошь от Трифари начиналась с какой-то вообще смешной цены. Но закончилась она под 600 долларов. По-моему. Или 800. Ну, как-то вообще. Красивая брошь. Чудесная. Просто тяжелая тоже. И последняя брошь. Последний жук, по-моему. Вот этот. Когда я его покупала, мало того, я еще и долгое время потом была уверена, что это пластик. Это стекло. Это стекло коричневое, а это крашеное. То есть это, ну, эмаль какая-то, покрытая эмалью. А стекло голубого цвета. Вот. И знаете что? Я очень подозреваю, что этот жук мыден Чехословакия. Чешская брошь. Девушке вот подскажите тоже, права ли я. Маркировки на ней нет. Игла без маркировки. Вот такой замок. В одну сторону расстегивается игла. Ой. Чего-то я не могу. Ага, вот. Ну, а теперь обратно. Вот так. Это стекло. Я совершенно случайно это обнаружила. Взяла в руки, а она почему-то холодная. Проверила зубами, и она стала лязгать по зубам. Смотрите, какие крылышки. Замечательно. И как мне хочется думать, что это этот жук довоенный, довоенный Чехословакия. Как я хочу так думать. Кто узнал? Ну, вот. Мне очень хочется услышать, что вы думаете об этой брошке, вот об этом жуге. Давайте я вот так теперь сделаю, чтобы было все видно, все, что я показала вам сегодня. И вот это компания моих жуков, мух, пчел, немного пауков, муравьев. Ну, в общем, вот такие божьи коровки. С нетерпением жду ваши комментарии, подсказки, советы. И всем пока-пока. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok